МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. О главных событиях среды вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нельзя нам спать, когда другие люди спят. Где в Чебоксарах готовят в пограничники со школьной скамьи? Глаз да глаз. Как в Чувашии отслеживают нарушителей правил дорожного движения? Боинг прямо на сцене. В Чебоксарах ставят одну из самых популярных пьес мирового репертуара. Обратиться к главе Чувашии за поддержкой в решении сложного вопроса может любой желающий. Через интернет, в письменном виде или придя на личный прием. Как это было сегодня. Как встать в очередь на жилье, не имея прописки? Почему ребенка-инвалиды не берут в специализированный детский сад, где взять денег на высокотехнологичные средства реабилитации? А главное, как бороться с недобросовестным подрядчиком? Последний вопрос особенно актуален, хотя бы потому, что обманутых участников долевого строительства Чувашия по-прежнему достаточно, хотя количество их все-таки сокращается. Правда, властям и самим дольщикам для этого приходится прикладывать массу усилий. Вот и инициативная группа будущих жильцов дома по улице интернационалистов на Учебоксарске уже 4 года добивается завершения строительства. Вчера сейчас была выездная комиссия с администрации города, где присутствовала бывшая директора, уже она бывшая директора Нина Федоровна, плюс члены инициативной группы, и, как сказать, вывели множество недоделок по нашему дому, которые нужно необходимо устранить. И при этом мы так поняли из разговоров вчерашних, то, что засрочек нас не собирается вот эти недоделки устранять, и у нас постоянно, как бы, ну, так скажем, что сбор денежных средств зарядовиков идет. Можете обратиться в адвокатские конторы. Мы сегодня за счет бюджета адвокатам, которые обязаны оказать безвозмездную помощь, прежде всего юридических ваших документах, соответственно, оплачиваем за счет бюджета. Если вы не хотите, то, соответственно, я подключу юристов своих, их, соответственно, они изучат ваши документы, где-то еще пригласят. Минстрои, наверное, больше не знают по этому дому. С всей точки зрения и в городе, мы уточним. Вот так вот. До конца дойдем. Остальные вопросы глава Чувашии также взял на контроль. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня прошло заседание правительства Чувашии. Руководитель Минобразования Владимир Иванов предложил внести изменения в законодательство, чтобы развивать такую форму семейного устройства, как патронатной семье. Между семьей и органами опеки заключается договор на проживание ребенка в семье в течение года, чтобы лучше узнать друг друга. Сейчас в республике проживает 3587 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 90% воспитываются в приемных семьях. Инстрой Чувашии внес на рассмотрение проект постановления о схеме и программе перспективного развития электроэнергетики. Программа предполагает развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, чтобы удовлетворить спрос на электрическую энергию. В планах сформировать стабильные и благоприятные условия для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики. В будущем году планируется приватизировать два госпредприятия – плодопитомник Батревский и Газпром Межрегионгаз. От продажи акций ожидается получить дополнительный доход в республиканский бюджет Чувашской республики, значительно превышающий поступающий от общества дивиденды. Ожидаемый объем от приватизации в 2015 году – не менее 101 миллионов рублей. Ранее предлагалось включить в план приватизации ряд объектов, но по согласованию с органами власти, некоторые исключены по причине своего социального статуса. Глава Чуваши рекомендовал министерствам еще раз детально проанализировать деятельность своих подведомственных учреждений. Те республиканские государственные инвентарные предприятия мы должны приватизировать. У АВА 100% доли государства, и тем самым у них появляется возможность привлечения кредитов, другие возможности, инструменты для того, чтобы, привлекая оборотные средства, они могли развиваться еще лучше. Также министры рассмотрели правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда кабинета министров на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Средства будут выделены органам власти, чтобы частично покрыть расходы и оказать помощь жителям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций. Кабинет министров также принял решение распределить субсидии муниципалитетам из федерального и республиканского бюджетов на грантовую поддержку местных инициатив. Кроме того, правительство рассмотрело размер субсидии нуждающимся студентам. Размер стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений, высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме, обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета, и имеющим оценки успеваемости хорошо и отлично, не может составлять менее 6307 рублей в месяц. Такая стипендия будет начисляться по итогам сессии. Получать ее будут дети-сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, инвалиды и ветераны боевых действий. Таких в Чувашии 25 студентов. Также принято решение о выделении субсидий из республиканского бюджета на проведение ремонта гидротехнических сооружений в Батыревском, Иринском, Посадском, Парецком и Шамуршинском районах. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика. 28 мая в России – День пограничника. Свой профессиональный праздник парни в зеленых фуражках отмечают и в Чувашии. В городе железнодорожников сегодня открыли монумент мужества и отваги. Боевой вертолет Ми-24, участвовавший когда-то в боевых действиях, был установлен на центральной площади Канаша. На его обшивке следы от пуль. Вертолет – подарок жителям города от героя России генерал-лейтенанта Николая Гаврилова. Думаю, что наши земляки всегда достойно служили, служат и будут служить. Границы России священны и неприкосновенны. То, что границы под надежной защитой не раз доказывали военные из Чувашии. Они воевали на фронтах Второй мировой, охраняли рубежи Советского Союза, служили на Северном Кавказе. Он символизирует мужество, честь, славу и отвагу. Потому что на этом памятнике боевые ранения. Потому что этот памятник совершил свой большой подвиг по охране государственной границы Российской Федерации. Глава Чувашии назвал установку этого памятника событием знаковым. Такие мероприятия воспитывают молодое поколение в духе патриотизма. Пусть этот день запомнится надолго. Мы так редко собираемся вместе. Посмотрите, сколько народа стоит здесь плечом к плечу. Если бы дети, которые здесь сегодня стоят, школьники, кадеты, запомнили на всю жизнь. Вот так по жизни идти надо вместе, плечом к плечу. В честь праздника выдающимся пограничникам, уроженцам Канаша, были вручены памятные медали. 25 лет вывода войск из Афганистана. В заключении церемонии открытия мемориала глава Чувашии Михаил Игнатьев и почетные гости возложили цветы к памятникам погибшим. Затем состоялся торжественный марш кадетов и юноармейцев. Марина Рябцева, Игорь Поручиков, Александр Петров, Республика. Оценка отлична за сборку автомата. Такую надпись можно найти в школьных дневниках героев следующего сюжета. Наша съемочная группа побывала на занятиях не просто класса, а настоящего отряда юных пограничников. Дергать за косички этих девушек вряд ли кто-то отважится. Уложить на лопатки для них труда не составит. Оля и Даша учатся в обычной общеобразовательной школе. А вот класс особенный. Это не просто 8-й Б, а кадетский пограничный отряд. Вот, ставь, смертный. Товарищ командир, кадетский пограничный отряд в составе 22 человек построен. Занятие готово. Здравствуйте, товарищ кадеты. Здравствуйте, спорта. Вольно стоять. Конечно, общеобразовательные предметы никто не отменял. Только вот после уроков они берут в руки не компьютерную мышку, как многие их ровесники, а, к примеру, оружие. И точно знают, для чего нужно уметь собирать и разбирать автомат. В боевых действиях, когда какой-нибудь механизм заклинит, нужно будет срочно его разобрать и забрать. Почистить, где надо. И чем раньше, тем лучше. И быстрее вступишь в бой. Нежелательно, конечно, мелькюр. Ногти желательно стригать, потому что, когда будешь в финал вытаскивать, можно там же сразу же и отстричь. Девушки рассказывают, вместо кукол всегда предпочитали машинки и пистолетики. Но пограничный отряд для них не игрушки. С военной службой они уже твердо решили связать свою жизнь. Ну а красивая форма, погоны и штаны с лампасами – приятный бонус. Мы хотим поступить после школы в военно-медицинскую академию Нижний Новгород. Быть медиком, да, скажем так, быть военным врачом, чтобы где-то можно было и на военные действия, да, то есть, ну, ездить. Пограничный отряд в общеобразовательной школе – своего рода эксперимент. Ну, идея исходила изначально от Союза ветеранов пограничных войск в нашей Чувашьей республике. Выбор пал на 38-ю школу. После того мы подошли к директору, мы были очень удивлены, что нам все так легко удалось, что нам пошли навстречу. Союз ветеранов стал не только инициатором создания отряда, а частью его жизни, примером для подражания и, кстати, спонсором. В итоге экспериментом довольны остались все – и школьники, и родители, и преподаватели. Дело решили продолжать. Когда ученики нынешнего 8-го Б закончат школу, руководитель обещал набрать в отряд пятиклассников. Ольга Пыречкина, Антон Вовк, Республика. Чем и как живет бизнес на юге республики на этой неделе будет выяснять бизнес-амбудсмен Чуваший Владимир Иванов. В пятницу, 30 мая, уполномоченный по защите прав предпринимателей посетит Яльчикские и Батревские районы. Он расскажет, как, от кого и каким образом институт бизнес-амбудсмена защищает предпринимателей. А те, кто ведет свое дело и сталкивается с нарушениями законных прав и интересов со стороны органов власти, сможет напрямую обратиться к уполномоченному. Предприниматели Батревского района ждут навстречу 30 мая в 10 часов 30 минут в бизнес-инкубаторе села Батрево, это на проспекте Ленина 5. А бизнесменов Яльчикского района 30 мая в половине четвертого вечера в здании районной администрации. Практически нигде за рубежом полицейские не стоят вдоль дороги. Водители знают, что их нарушения четко фиксируются на видео из любого повинности. На дороге их ждет наказание. И все это благодаря фото- и видеофиксаторам. Есть такое оборудование и у нас в республике. Такие камеры фактически без участия человека могут отследить, как водитель движется по дороге. И в последнее время приборы фото- и видеофиксации доказали, что они являются эффективной мерой в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. В нашей республике функционирует 43 таких комплекса. Основная цель это профилактика дорожно-транспортного происшествия. Если есть снижение, значит уже комплекс работает. Мы применяем эмуляжные комплексы. И вот буквально мне недавно, буквально сегодня мне сказали о том, что в направлении Новочебоксарска вандалы разрушили один комплекс такой влезли. Значит эффект от них очень большой. Тем, кому не нравится их работа, они активно действуют. Это есть проблема. Значит все-таки они кому-то мешают. А раз они кому-то мешают, значит они дают определенный эффект. А пока все остальные камеры на месте, действуют правила. Превысил скорость и попал под прицел фотокамеры, жди послание от ГИБДД. И так называемые письма счастья автомобилисты, любящие быструю езду, получают одно за другим. Письм счастья, если считать в целом в день, ну не в день, в месяц, на календарный месяц, а мы обрабатываем это, направляем порядка 20-25 тысяч. Но здесь идет сезонность. Если же автовладелец не согласен с предъявленными обвинениями, то у него всегда есть возможность подать жалобу. В любом таком письме есть и адрес, и исполнитель. А тем временем контроль за движением на дорогах все возрастает. В республику поступила очередная партия оборудования, фото- и видеофиксации. На 2014 год есть определенные планы дальнейшего развития. Это в частности обустройство в 20 точек контроля за скоростью, 4 перекрестка, 2 пешеходных перехода. А также планируется на границах Чувашской республики установить комплекс, который будет контролировать как проходящий транспорт, так и транспорт по контролю за скоростным режимом. Причем работать эти комплексы будут не радарным способом, а фотографией. Всем тем, кто не хочет стать главным героем фотосессии от ГИБДД и получить письмо счастья в почтовый ящик, стоит лишь быть внимательным на дорогах и не нарушать правила. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Какие комплексы все-таки дисциплинируют водителей, они меньше нарушают правила дорожного движения. Однако, несмотря на все усилия, технические нововведения, ситуация на республиканских дорогах далека от идеальной. Сегодня крупная авария произошла в поселке Кугесе. На трассе М7 столкнулись фура-автовоз и маршрутка Козловка-Чебоксары. Авария произошла на пешеходном переходе после того, как «Газель» остановилась, чтобы пропустить пешеходов. Водитель фуры «Вольво» среагировать не успел и на полном ходу врезался в микроавтобус. Травму получила одна из пассажирок, сидящих в салоне. Ее пришлось госпитализировать. В Чебоксарах прошел уже 24-й по счету республиканский слет юных огнеборцев. Состязания проходили на базе специализированной пожарной части по улице Мичмана Павлова. Старицы Чувашии за звание лучших сражались 14 команд. В программу слета вошли не только теоретические состязания, но и спортивные. Испытания юных пожарных состояли из 8 туров. Проверить свои теоретические знания, отыскать пострадавшего и вынести его из лабиринта, правильно собрать боевое развертывание. Через все это пришлось пройти участникам соревнований в борьбе за кубок имени космонавта Андреяна Николаева. Раз, два, три, четыре, если вдруг пожар в квартире, ты без дела не сиди, 0-1, скорее звони. Члены жюри строго оценивали и единую форму конкурсантов, и строевую подготовку, и даже выполнение домашнего задания. В конкурс у ребята подготовили красочные плакаты на противопожарную тематику. Победительницей слета стала команда Маргаушского района. Мы команда СССР, союз смелых, сильных и решительных. Евгения Егорова, Республика. Театральная премьера. В Русском драматическом театре поставили знаменитую пьесу французского автора Марка Камелотти. 44 года в театрах мира. Пьеса «Боинг-Боинг» Марка Камелотти была вписана в Книгу рекордов Гиннесса как самая часто исполняющаяся в мире. Теперь она на сцене Русского драматического театра. «Боинг» играли во всем мире более 18 тысяч раз. Его ставили в 55 странах. Главные герои – друзья Бернар и Робер. «Боинг-Боинг» рассказывает об амурных похождениях молодого архитектора Бернара. Он крутит роман сразу с тремя девушками. Они стюардессы, летающие на разных авиалиниях. Холодная немка, утонченная француженка, энергичная американка. Архитектор богат, хорош собой и выстраивает свою жизнь под расписание прилета-отлета стюардесс. Долгое время его возлюбленные не подозревают о существовании друг друга. Но в какой-то момент обман раскрывается. И жизнь Бернара превращается в череду комических ситуаций. Перед тем, как что-то делать, нужно задумываться о последствиях, чего очень часто мы не делаем в жизни. А зря. И вот это легкодумство, к чему привело, это как раз и про наш спектакль. Действие происходит в 60-х. Атмосферу тех лет передает одежда актеров, сценография и музыкальное оформление. Использованы в постановке и спецэффекты. На огромном экране, в глубине сцены, время от времени появляются боинги. На них улетают и прилетают возлюбленные главного героя. Ну, потому что это эксцентрическая комедия, конечно, тут определенные были сложности, потому что нужно было очень точно все делать. Потому что в любой комедии самая главная точность. Вот это мы пытаемся добиться, по крайней мере. Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика. После нашей программы в 2015 смотрите интервью по существу. О перспективах развития химической отрасли в Чувашии рассказал доктор наук, ученый Олег Насакин. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Пановна с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин